Ferrari официально представила первый в своей истории кроссовер. Subaru рассекретила третье поколение кроссовера XV под новым именем, а в Америке дебютировал новый Ford Mustang. Здесь неделя на колесах, с вами как всегда, Катя, поехали! Lamborghini представила свой первый кроссовер в 2018 году, а Ferrari на прошлой неделе. 4,5 года прошли не зря. По многим показателям новинка оказалась самой необычной или выдающейся в сегменте. Название мы знали давно. Кроссовер на всякий случай назвали Porosangue, что означает чистокровный, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что Ferrari отошла от своих ценностей. Итальянцы вообще избегают слова кроссовер, называя новинку своим первым четырехдверным четырехместным автомобилем в истории. На самом деле дверей у него пять, включая багажную. При этом задние двери так называемые суицидальные. Они открываются против хода движения, как у Rolls-Royce Cullinan. Вдобавок у них нет внешних ручек, а открываются они электроприводами. Но это не самое интересное в новом кроссовере. Интереснее, например, то, что он использует компоновку Transaxel. То есть двигатель расположен впереди под капотом, а коробка передач объединена с задним редуктором и расположена на задней оси. Но при этом передние колеса приводятся не дополнительным карданом, как, например, на Nissan GTR, а прямо от переднего носка коленвала через редуктор и две отдельные муфты. В обычных условиях кроссовер едет на заднем приводе, но при ускорениях или пробуксовке подключается передняя ось. Еще одна уникальная особенность ProSangue – мотор. Это единственный современный кроссовер с мотором V12, причем атмосферным. Он выдает 725 лошадиных сил, что делает автомобиль самым мощным серийным кроссовером. Коробка передач на задней оси – восьмиступенчатый робот с двумя сцеплениями. При всех технических изысках новинка от Ferrari весит ровно две тонны. Это на 200 килограммов меньше, чем Lamborghini Urus. Неудивительно, что ProSangue быстрее Urus – 3,3 секунды до сотни против 3,6 секунды. В продаже кроссовер от Ferrari появится весной следующего года и будет стоить от 390 тысяч евро. Само собой, за новинкой уже выстроилась очередь. Еще один новый кроссовер прошлой недели – Subaru XV, который в третьем поколении будет называться Crosstrek. Раньше модель называлась так только в Америке и Канаде, а теперь имя Crosstrek будет общемировым. Смена названия призвана добавить новизны машине, которая не слишком сильно изменилась технически. Платформа та же, что у второго поколения, колесная база та же, клиренс – те же 200 мм, и общие габариты почти не изменились. Само собой, полный привод никуда не пропал. Он входит в штатное оснащение. Стилистика внешности тоже осталась знакомой. А вот в салоне появился большой вертикальный экран мультимедийной системы. Для Crosstrek пока заявлен только один мотор – двухлитровый оппозитник в составе гибридной схемы, где в вариатор встроен дополнительный электромотор. Мощность новинки пока не озвучили, но на втором поколении схема аналогичная. И там бензиновый двигатель выдает 145 лошадиных сил, а электрический – 14. Продажи нового кроссовера начнутся в следующем году. Главная премьера осени в Америке – седьмое поколение культового купе Mustang. Новое поколение построено на платформе нынешнего, шестого, так что все пропорции и габариты остались знакомыми. Но при этом внешность изменилась полностью, и все кузовные панели новые. По части техники изменений немного. Моторам заявлено два, и оба достались седьмому поколению от шестого. Базовый – это четырехцилиндровый турбированный эко-буст на 2,3 литра, который сочетается с десятиступенчатым автоматом. А взрослый вариант – это пятилитровый V8 семейство Койот. Для него можно заказать не только автомат, но и шестиступенчатую механику. По умолчанию даже базовым Mustang с четырьмя цилиндрами положен самоблок на задней оси. Интерьер модели изменился еще сильнее, чем внешность. Здесь появилось модное нынче общее табло с двумя экранами, один из которых – это приборная панель. Кнопок почти нет. Даже управление климатом запихали в меню сенсорного дисплея. Аналогового в Mustang остается все меньше. Рычаг ручника и тот ненастоящий. Он не связан тросами с колесами, а приводит в действие электрический механизм. Хорошо хоть, что мотор V8 пока остается в строю. Следующее поколение Mustang наверняка превратится в электромобиль. Одной строкой о самых красивых машинах прошлой недели. Пагани представила свой новый суперкар под названием «Утопия». У него консервативный дизайн с ретромотивами. Да и мотор старый и хорошо знакомый. Мерседесовский V12 на 6 литров. Он выдает 864 л.с. и передает эту мощность на задние колеса через 7-ступенчатую ручную коробку передач. В общем, все по-настоящему. Совсем другую школу представляет китайский суперкар от марки ION, которая принадлежит знакомому нам бренду GAK. Называется машина Hyper SSR. И это электромобиль мощностью 1225 л.с. Само собой, он полноприводный. И заявлено, что до сотни он будет разгоняться за 1,9 секунды. Посмотрим, дойдет ли дело до реального производства. Еще порция интересных машин пока виртуальная. От нашего дизайнера Никиты Чуйко. Во-первых, он нарисовал будущую BMW M5, которая уже вовсю ездит на тестах. Судя по личку на переднем крыле, новая M5 будет гибридной. А еще Никита предположил, как может выглядеть новый кроссовер Lada, о планах по созданию которого заявил глава АвтоВАЗа. Модель обещают разработать на платформе Vesta и выпустить на рынок до 2025 года. Ну и к нашей публикации. Михаил Гзовский провел сравнительный тест-драйв Mitsubishi Outlander и Havail Dargo. В чем новый китаец может обойти старого японца? И что выбрать за 4 миллиона рублей? Подробный ответ Михаила читайте на сайте. Михаил Балантин съездил на Jeep Wrangler на ралли Сила Сибири, чтобы побороться за победу в любительском классе. Не все пошло гладко, но погонять получилось. Так что за впечатлениями от настоящих соревнований заходите в материал. Недавно стало официально известно, что Lada X-Ray больше никогда не вернется на конвейер. Алексей Кокорин вспоминает, почему вся карьера модели была чередой неудач. И почему для АвтоВАЗа ее уход станет скорее облегчением, чем потерей. На сегодня это все, друзья. Все ссылки на материал вы как обычно найдете под видео на YouTube. С вами была неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok